В весовой категории 60 килограммов, где выступает самый именитый, вот он на ваших экранах, участник чемпионата России. Это знаменитый Алексей Тищенко. Он и олимпийский чемпион, и чемпион мира 2005 года, и чемпион Европы 2006 года, и победитель Кубка мира 2005 года. Словом, все титулы, какие только возможно, в его коллекции. В его такводы собрал все, что только можно собрать. Хочу сказать, что Игнатий из Новосибирска далеко не подарок. Он, кстати, чемпион России прошлого года. Да, далеко не подарок по боксерским меркам. И я хочу убедить вас, уважаемые любители бокса, и сказать о том, что бой будет, на мой взгляд, нелегкий. Для Алексея Тищенко бой будет нелегкий. Поскольку Игнатий очень неудобен, он нестандартен. Он бьет с собой круг из любого положения. Это очень сложно в боксе. Вот есть в нем это заложено. И Алексею, наверное, придется потрудиться. Но посмотрим. Ну, Алексея, кстати, был очень непростой полуфинальный бой. Он выиграл по очкам 28-17 у москвича Семена Гривачева. Трудный был полуфинал. На равных шла борьба. И только в самом конце Алексей Тищенко склонил чашу весов в свою пользу в этом полуфинале. Интересный поединок. И, наверное, сейчас и любители бокса в таком напряжении. Потому что Игнатьева знают от молодого, подающего надеждого боксера. Игнатьев синий майки. Немножко он повыше Тищенко. И, знаете, удары у него такие... Очень бьет далеко и нестандартно. И не всегда точно можно уловить. Не всегда можно точно уловить момент атаки. Вот я о чем говорю. То есть Тищенко видит удара, но не видит момента атаки. Может быть такое. Ну, великолепно у Алексея Тищенко. Великолепная работа на ногах. Шаг назад и тут же атака. Смотрите, вот как челночок. Как привязался к Игнатьеву такой невидимой ниточке. И все время держит его напряжение. Когда надо подойдет, когда надо отойдет. Когда соперник бьет, он отходит и неизвестно. То есть он чувствует этот момент. Момент атаки Игнатьева. Вот только удар. Раз назад сразу. Обратили внимание? Это чувство дистанции просто. Просто колоссальная вещь. Я имею в виду колоссальная вещь у Тищенко. Исполняет он это просто превосходит. Превосходно. И ноги великолепные. Движения. Ну, мастер, что мы хотим сказать? Таких, как Тищенко в мире, я уже говорил, единицы. Ну, может быть, на сегодняшний день самый именитый боксер-любитель в мире. Потому что все титулы у него. Нет, есть еще Оригонда Куба. Двукратный олимпийский чемпион. Вот небольшая пауза между боевыми действиями. Небольшая пауза. Кто первый взорвется, а кто первый, кого обманет. Ну, хороший боксер и хороший уровень. Ну, просто Тищенко великий боксер, а Игнатий боксер высочайшего уровня. И здесь, понимаете, здесь... Я думаю, что Игнатий еще подрастет, и он еще нервы многим попортит. И может занять первое место вот в этой весовой категории, или перейдет выше, он растет. Но боксеры... Таких боксеров надо беречь. Счет первого раунда 10-3 на преимущество олимпийского чемпиона. Пока переигрывает. Но он импактивный, импактивный, у него больше удара... Вот так вот, видят, 2-3 удара, более подробно, более серийные. Но удары очень тяжелые, на счете. Еще будем иметь в виду и это. И они все достигают цели. Ему 22 года, боксом занимается 13 лет. Чемпион Олимпийских игр 2004 года в городе Афиры. Чемпион мира в 2005 году. Победитель Кубка Меда в 2005 году. Чемпион Европы в 2006 году. Заканчивается минутный перерыв. Мне кажется, что Алексей Тищенко сегодня выглядит гораздо более активным, чем накануне, да, в полуфинале. Это правда, да. Он немножко боксует, более собран. И, вы знаете, более собран и всегда невозмутим. Всегда. Он невозмутим, он не поймешь, волнуется, он переживает. Вот это тоже умение контролировать себя, это тоже важнейшее качество. Это правда, конечно. В этом плане, что касается нервной системы, нервная система, я думаю, что здесь в полном порядке, поскольку он всегда спокоен, он всегда хладнокровен. Я думаю, что в плане бокса, соревнований и многолетия, у него, я думаю, что много-много лет еще впереди. Да, ему 22 года всего, а позади уже такой большой путь в большом спорте. У нас в стране не было трехкратных олимпийских чемпионов. О, хорошая атака. Подошел лево-лево, подошел и сдавался вправо. Вообще, очень плотно боксирует Тищенко. И вот показывает бокс, которого не показано в предварительных поединках. И, вы знаете, если откровенно говоря, я и от Игнатьева немножко ждал большего. Я ждал более уверенной борьбы от Игнатьева и более жесткого поединка. Но здесь ход борьбы, ход боя абсолютно четко и конкретно контролирует Тищенко. Но у него мощные удары, у него больше комбинаций. У него просто больше ударов. И я вижу, что и физически он готов. Для него никаких проблем нет. Мы видели, что уже в первом раунде он такие несколько чувствительных ударов нанес своему сопернику, что тоже не могло не повлиять на его состояние. Но для того, чтобы выигрывать у Тищенко, для того, чтобы выигрывать у таких боксеров, как Тищенко, нужно прыгать через год. Ну, нужно выше головы своей прыгать. Нужно выше головы, нужно стараться, нужно проявлять характер, волю. А здесь, кроме голого мастерства, у Игнатьева больше ничего нет. Просто желание, ну, я не знаю, на тихой волне. Но нужно идти, нужно бить, нужно поддержать. И нужно доказывать свое «я». Вот здесь, в этом бою, в бою, в стороны Игнатьева я этого не вижу. 21-10 счет после второго раунда. Ну, вот действительно, чувствуется какая-то, ну, не то, что неуверенность, но вот до конца не верит Игнатьев, что может победить. Такое ощущение. А это сказывается на действиях боевых. То есть нет уверенности. Это сказывается во всех его атакующих началах, во всех его атакующих ударах. И, представляете, на передачке, салфи его назад. Почему же он не стаселил? А? Толкай, Натидову, толкай, толкай, толкай. В 2006 году в городе Баку. На рейд не пролезу, но не сломал. Все будет, и тебя отборки. Конечно, надо с вами согласиться, что для того, чтобы побеждать Тищенко, нужно прежде всего самому в это свято поверить. Да? Потому что, когда нет такой уверенности, то здесь трудно что-то противопоставить. У таких боксеров, как Тищенко, чтобы выигрывать, нужно мало уверенности, мало мастерства. Здесь нужно прыгать выше головы. Здесь нужно, ну, я не знаю, здесь нужно преодолевать, преодолевать самого себя. Здесь нужно будет доказывать. Здесь нужно... Здесь очень чего нужно для того, чтобы сегодня выиграть у Тищенко. Ну, вот с одной стороны, ему надо сейчас идти вперед, а с другой стороны, не получается. Вы знаете, чтобы идти вперед на Тищенко, здесь нужно обладать, я не знаю, какой-то защитной маской наверху. Потому что целый удар будет ложиться цель. Тищенко очень хорош на встречном движении. Здесь нужно... Я не знаю, что здесь нужно. Уже трудно что-то поставить. Как говорят в таких случаях, дорог хороший совет. Вовремя. Вот немножко Алексей избавил обороты, это заметно. По-моему, избавил обороты, чувствует себя спокойно, достаточно уверенно. Ну и Игнатьев-то особых задач перед ним не ставит. Вот такой вот бой, туда-сюда. Не ставит никаких непредавимых задач. Или какой-нибудь... Не устраивает такой не тымковой поединок, не одним ударом, а просто бой идет. У меня такое ощущение, как будто как тренировочный бой. То есть, нет Угнать его какого-то внутреннего желания. Он хочет это сделать, но у внутреннего огонька... Мы говорили с самого начала, у него не горят глаза. Глаза токнут еще тогда, когда чувствует, что ничего не получается, да? Ну тогда остается характер, тогда нужно переламывать поединку. Него там не нужно доказывать. Не выходит. Не выходит. Прямо что в счете растет. 29-12. Но, пожалуй, в третьем раунде все-таки будет не закончиться. Да, вы знаете, вот эта левая-правая двойка, она что-то все время проходит... Все время проходит в голову Угнатьева. Ну что, ну намного сильнее. В принципе, чего мы ожидали. Но я думал, я все-таки думал, будет борьба. Не получилось. Да, тем не менее удалось все-таки уже в третьем раунде за явным преимуществом Алексея Тищенко, нашему олимпийскому чемпиону, завершить этот финал. Преимущество его в финале было, ну, что называется, подавляющее. Неоспоримо. Ну, большой мастер. На ринге большой мастер. Сколько мы золотых алимпийских медалей насчитали уже? Ну, а Тищенко... Да, ну Тищенко сам Бог велел. У нас уже завершилось пять финалов и четыре золотые медали мы насчитали. На Олимпиаде. На Олимпиаде, да. Ну, это, конечно... Так. Наши предположения, наши прогнозы. Но, действительно, тот уровень, который показывают наши боксеры, выше всяких похвал. И вот Алексей Тищенко сейчас действительно провел великолепный поединок. Его преимущество с первых минут никаких сомнений не вызывало. И надо сказать, что Тищенко за этого не прикладывал максимум усилий. Не прыгал выше головы, как мы говорим. Он на голом мастерстве... Не горели глаза, он не прыгал через голову или выше головы. Он просто шел и делал то, что он умеет делать. На высочайшем уровне. Все. Ну, что ж, своим многочисленным титулом добавляет Алексей Тищенко еще и титул чемпиона России 2007 года. Вот мы видим на повторе, как переигрывает своего соперника Тищенко. И не случайно этот поединок закончился уже в третьем раунде с явным преимуществом олимпийского чемпиона. Ну и сейчас у нас есть возможность нашему корреспонденту побеседовать с олимпийским чемпионом и чемпионом России 2007 года. Да, Алексей, поздравляю. Есть такое понятие, что в спортсменах соревнования подходят...